С 19 по 21 мая в Минском дворце спорта пройдет чемпионат Европы по самбо. За континентальный пьедестал будут бороться представители 29 стран, всего около 500 спортсменов. Команда Беларуси выступит во всех весах, включая боевой раздел. Сегодня самбисты провели последнюю тренировку, которую посетила и наш корреспондент Юлия Селепицкая. Основную нагрузку ребята получили в период подготовки к чемпионату Европы. Теперь главный результат. Команда укомплектована титулованными бойцами. Костяк – борцы с многолетним стажем. У мужчин в тяжелых весах, значит, совсем известный чемпион мира и Европы, участник Олимпийских игр Юрий Рыбак. Чуть легче – Андрей Козусенок. Чтобы написать его титулы, не хватит и целого листа формата А4. Континенты планеты рукоплескали беларусу не раз. Андрей Козусенок, Юрий Рыбак. У нас достаточно много возрастных спортсменов. Но это не говорит о том, что они уже уставшиеся. Говорит просто о том, что они очень опытные. Ребята должны показать максимум от того, на что они способны. А уже какой результат будет на выходе, покажут только ковер. Говорят, что спортивная жизнь у женщины коротка. Татьяна Тимошенко разрушает эти сериотипы, как карточный домик. В прошлом остались институт и рождение ребенка. Сегодня спортсменка в идеальной форме. И ее возраст определить невозможно. Светлана Тимошенко из-за травмы пропустила, может быть, наш президентский турнир. Сейчас набирает форму. И будем надеяться, что она качественно отборется на этих соревнованиях. Белорусская самба всегда пользовалась большим авторитетом в мире. И то, что нам этот чемпионат отдали в Минск, это заслуга нашего вида спорта, нашего коллектива. Признание белорусского самба. Вместе с форумом в Минске пройдет конгресс Европейской Федерации самба. Где будут затронуты ключевые вопросы развития этого вида спорта. Торжественная церемония открытия соревнований намечена на 17.30.19 мая. Вход свободный. Сколько медалей окажется в копилке хозяев, узнаем совсем скоро.